Всем привет друзья, это GTA 5 Online и сегодня я вам хочу показать одну из тоже нормальных миссий Называется побег из тюрьмы Тут нас играет 4 человека и делится по 2 команды Одна команда что-то там будет, сейчас я тут посмотрю что она будет делать Так, наземный отряд садится в тюремный автобус подвидов конвоир и заключает проход освобождает клиента подрывник уничтожает вход в автобус и не успел это читать к нам пришли гости нам надо поговорить по поводу короче работы но не тут в подсобочке да окей сейчас все будет кого-то еще чертик нам принесли короче вы мне поможете в одном деле но я в этом не участвую просто делаю одолжение а скорее всего единичная акция наша правоохранительная система облажалась но это другой раз знакомьтесь знаете этого хера крупный военный проект 3 докторских феноменальный пиздюк тщательный социопат и занудный какой-то хер короче разработчик оружия инженер автолюбимец и всего-всего-всего кроме всего прочего обменялся также в шпионаже отличный парень не он уже нравится но он отлично платит поэтому его заперли в тюрягу и из тюряги вы должны его забрать первым делом самолет потом автобус потом еще два пункта вернемся к этому позже чтобы вывести профессора из страны нужен самолет самолет есть у вагасов это банда которая занимается перевозкой различных хуеты автобус нам понадобится стандартный автобус какой возит пиздюков из тюрьмы я тут нарисовал на карте маршруты и цифры вот заебись сопоставите вы рисуете свой маршрут берем пушки заходим без шума и делаем все гладко это дело маком для двоих и этот мистера шковский хорошо плат как обычно так ну ладно то все лириков сейчас я уже дождался пока лидер пересмотрит все настройки он запустил игру и так я выбираю как обычно свой любимый особый карабин полностью заряжен патрошиками я выбрал наземную группу потому что пилот не особо не подходит с меня пилот никакой сейчас по шурику я пробегусь по костюмчиком посмотрю тут маски камуфляжики всякие можно будет я думаю приступать начинать тут еще раз что-то пересмотрел может что-то потерял хотя не все поставил какие надо было и я поставил готова касса только меня ждали ну ничего ну чё по машинам и погнали когда я садился в этот автомобиль я вообще не надеялся даже что поеду за рулем я просто сел парень сел сзади и сидим ждем и тут я понимаю что водитель все таки я и тут надо же поджимбошить на дорогах и тут я включил полностью свой мастерский скилл который я долгими годами вырабатывал что с 2015 года по-моему как вышло это опять в отличие от этих придурков какие он передо мной влетели тут так красиво сейчас мы ехали я тут машины так объезжал двое мох вообще прям как в лучших фильмах но тут блять опять не задалось спасибо опять двойной толчок и те придурки поехали в общем не туда им пришлось возвращаться на карте я видел как они остановились но все потом я уже не заморачивался и просто передолил вперед и нахлаждался жизнью это самая популярная машина для ограблений реплика митсубиши его x только в это опять корума по моему или курума она называется в общем весь прикол в том что она бронированная она бронированная и поэтому ее все берут на такие вот задания есть конечно транспорты по пизже бронированный но вот у нее хорошо получается скорость и броня на высоте все которые бронирование они больше и медленнее не особо удобно короче даже сваливать просто от копов поэтому все покупают эту куруму вначале курума открыта просто как автомобиль не бронированный затем когда ты проходишь определенное задание открывается вот эта вот курума именно бронированная уже но она конечно стоит подороже немного денег поэтому в дальнейшем я у тебя все-таки хочу ею разбогатеть по пустому автобану в принципе тапок полно вступил и пытаюсь по чуть-чуть уже чтобы быстрее было не сбавлять обороты не тормозить нигде просто лететь к этому аэропорту в принципе задача казалось мне не особо тяжелой по и войти правильно в поворот но сукань блять не тут то было и тут так само не тут то было какая то она стала чересчур резкая поэтому я решил не выделываться что тут вообще отлично хорошо наручники как-то летел и остается считанные километры до этого аэропорта я себя чувствовал увереннее но тут потянулся почесать левое яйцо и не обратил внимание на дорогу и в джимбошу в рельсе ничего так бывает нашей второй группы вообще не видать я вам вижу ее только по карте и вот буквально когда я только развернул голову я посмотрел в принципе они меня тоже догоняют и приедем и одинаково в одно и то же время на аэропорт остается 800 метров и я так думал сейчас выйду раздам всем этим маленьким пиздюкам трендулей но опять не тут то было игра подумала немножко по другому и начали пиздячить меня сейчас вы видите что происходило дальше в принципе это одна из таких легеньких операций но она мне нравится мне не заскучаешь тут я же вышел думаю все сейчас возьму пушку я еще подумал что он сел в машину и поехал и началась тут все война все он ворвался дает всем пиздюлей я думаю по чуть-чуть сейчас пока там аккуратненько отсижусь в кустах пока наша вторая группа зашла и тут что то пошло не так тут меня начали резко пиздячить ну вот теперь он мне посигналил чтобы я сел в машину все таки хоть и жизни команда еще была одна то есть у каждого человека но вот теперь я понял в чем самый цена вот этой вот сачки то что она непробиваемая и ты просто их ты просто египашешь с машины и все ну это реально круто ну и тут когда парень вышел с машины я стал полностью стопроцентным ее управляющим и тут как говорится понеслась я не стал тратить патроны потому что у меня не так сильно много денег и не так сильно много патронов я просто начал ебашить тараном просто давить ну началось столкновение со своей второй группой ну тут конечно говорится не судьба и пилот красиво конечно он сбивает крылом этого пиздюка вот и пилот начинает подниматься тут происходит взрыв я думал все пиздец уже самолет взорвался ну не тут то было все типа защитили все самолет теперь надо было перебить оставшихся всех вот этих вот маленьких пиздючат какие жены колеси хотят дать мне пиздюлей и тут божественные выстрелы я снимаю голову прям у водителя причем это вообще было круто пока я занимался тут одним расчехлением пиздюков я не обращал внимания как моя вторая группа старается и перебила уже почти почти всех тут был бы красивейший таран но я просто машину перелетел ну это такое дело ну это был контрольный голову там уже лежали трупы до момента столкновения ну я все таки решил немножко ну и тут я оторвался сполна куку сразу насмерть и тут так же само куку но убили его сука раньше пошла уже полностью в оканале можно было стрелять кстати по вот этим бочкам сметана но я решил свинцом напачковать его просто жопу и тут мне осталось только пособирать чуть денежек и оружие потому что там лежали и калаши и микро ппшки денег они стоят в магазине нормально ну что уваливать кучу денег в магазине правильно если можно пособирать так ну и плюс конечно патрики патрика денежка он у меня на тот момент было 20 тысяч и было задание покинуть аэродром маккензи пока я покидал аэродром маккензи мои наверное соратники со второй группы не особо читали то что было написано внизу монитора а я себе просто ехал а потом прочитал отряд должен покинуть аэродром и тут был самый занудливейший момент просто ждать хотя они там просто что-то ходили что-то ходили тут я решил разбавить их не обстановку подъехать к ним посигналить и просто вывести их нахер с этого аэродрома чтобы нам засчитали задание ну что пилот уже улетел ему осталось было только посадить самолет а наши два голубка никак столько не могли уйти с аэродрома я посигналил одному все он сел в машину второй при мне как раз когда я подъехал выехал оттуда и все и мы покинули полностью аэродром теперь надо было дождаться просто посадки самолета ну тут блять что-то пошло не так один начал стрелять по машине вторая мне сука сломала дверь первый раз может это было и не специально но вот я подождал может ты сядешь никто не сел тут я ее второй раз уже реально нечаянно сбил вот просто нечаянно и тут я понял исхода 2 либо мне дадут пизды вот полетела бесконтактная мина бабах я решил последний раз еще поиграться в доброго самаритянина и принять ее к себе на борт тут меня въебались и мне что-то резко перехотелось когда я в руках увидел опять бесконтактную мину просто я решил отъехать ну и так вот вылезло уведомление что игрок доставил самолет то есть он посадил его на посадку и в принципе миссию можно было заканчивать но какого то хера она не заканчивалась вот почему то только теперь она соисборила закончится под ответное здание пройдено тут у меня конечно бронза ну платина была у пилота 15 кусков своих я схватил рп 2000 получил и в принципе это было все круто спасибо что смотрели это было это опять это был антон подписывайтесь на канал пока 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 пока